Разве было когда-то иначе? На ваш все-таки взгляд, спустя это время, действительно инструмент осуществления терактов является способом решения политических задач, и ситуация только усугубилась. Или, может, что-то изменилось совсем в принципе? Как вы думаете? Ну, применительно к России, российским спецслужбам, к сожалению, ничего не изменилось. Первая Чеченская война началась с терактов, которые организовывали спецслужбы. Вторая Чеченская война началась с терактов, которые организовывали спецслужбы. Действительно прошло 20 с лишним лет, и если 20 лет назад, скажем так, в это трудно было поверить, и многие не готовы были поверить, то я думаю, что вот сегодня уже после всего того, что мы знаем про нынешнее российское руководство, в это поверить очень легко. Ну и главное, что вот за 20 с лишним лет не появилось ни одного аргумента против этой версии, а только за нее. Поэтому я думаю, что вопрос о сентябрьских терактах 99-го года в этом смысле можно закрыть. Мне действительно много раз, ну за последнее время, за последние полгода, после 24 февраля, задавали вопрос о том, опасаюсь ли я, ну, чего-то подобного, похожего вот сейчас, в нынешних условиях, и в связи с войной Украиной. И я в общем и целом говорил, что нет, потому что уже началась война, и вроде бы ни для чего не нужно уже Путину устраивать эти теракты внутри России, потому что он там все хорошо контролирует, может продать населению абсолютно любую выдумку, пропагандисты все оправдают и так далее. Я должен признаться, что мое мнение изменилось после убийства Дугиной. Вот только-только сейчас. И я вам объясню, почему. Вернее, после убийства Дугиной оно, может быть, и изменилось, а вот после заявления Ильи Пономарева я уже серьезно насторожился. И вот сейчас я объясню, почему. Ну, мы долго еще будем разбираться с тем, кто стоял за убийством Дугиной, потому что каждый раз, когда происходит такого типа убийства, и я склонен, сразу как бы скажу, что я склонен считать, что за этим убийством стоит ГРУ, причем не ФСБ, а ГРУ. По ряду причин могу объяснить, почему. Я так считаю. В прессу вбрасываются в интернет, в прессу вбрасываются какие-то разные версии. Отчасти это делается всегда спецслужбами целенаправленно, чтобы сбить народ, как говорится, с толку. Ну, а с другой стороны, сейчас мы живем в такое время, что бросить версию в интернет ничего не стоит. А в чем проблема, с которой я столкнулся, которую я вижу как реальную после заявления Пономарева? Никаких изменений быть не может. Біля Кримского узбережжя маневрували 11 российских кораблей. Водночас побачили информацию про те, что эффективность и здатность до маневрования кораблей Чорноморского флота, она дещо снижена. И теперь флот используется как оборонная сила. Чи можете вы подтвердить эту информацию? Если так, то почему так сталося? Ну, первое, хочу сказать, что действительно, способность и ведение задач, операционных задач в Чорноморском флоте в сравнении с начатком боевых действий в лютом изменилась. Ну, маневрувать они еще могут, но наносить удары по территории Украины им все важнее и важнее. Но с самого начала им ставилось три основных задач. Первое задачение наносить ракетами удары по портовой инфраструктуре, по надводным кораблям и по цилям в разных куточках Украины. Второе задачение было проведение десантов, высадка десантов, сприяние сухопутным угрупованием, захопление наших территорий на певдень нашей страны. И третье завдание было это контроль на певно-захидной частине Чорного моря, блокаду украинских партей, придушение украинской экономики. Вот сейчас они, в принципе, выполняют полтора завдания из трех. И то, ну, есть вопрос. Перш за все, чому они зараз опинились біля певденного частини Узбережья Криму? Потому что Украина отримала протикарабельные комплексы, и они вийшли за межи дій цих ракетных комплексов. Мы знаем, что за период этих боевых действий они, втративаясь, было пошкоджено 15 надводных кораблей и катарев. И, ну, они были примушены выйти, выйти далеко от наших берегов. А хочу напомнить, что в лютому-березнене они были фактически на визуальной видимости от Одессы и постоянно обстреливали наше Узбережье артиллерию. Ну, и дійсно ракетами. А вот, сейчас они там. А они продолжают нанесение ракетных ударов из надводных кораблей, подводных човнів. Действительно, для этого они тримают певную кількість сил в постійной боевой готовности. Это, как правило, 3-5 на синий фаркет Калібер. Но наносят удары они значительно риже. Если раньше это было где-то, ну, фактически, щодня, то сейчас они пускают ракеты Калібер раз на тиждень або два. И, чтобы было, для меня, как минимум, таке, ну, очень цикаво, что на 24 серпня, День Незалежности, когда был массовый ракетный удар, то ракет Калібер не было, было и другие ракеты. Вот. Значит, сейчас сейчас певная кількість вот этих насиев есть. Потенциально они могут певную кількість ракет, могут, могут мать, но, сколько их фактически, никто не знает. И есть разные джеревы, которые подтверждают, что эти ракеты действительно закончаются в Российской Федерации, причем уже фактично. А другие джеревы говорят, что их постачание в ЗССР, оно сейчас неможливо, через то, что постачание этих комплектующих заходов, оно сейчас неможливо для России. Это первая позиция. Другая позиция десант. По десантным кораблям Россия має всі фактично десантні корабли, які були на початок війни, за виключенням одного великого десантного корабля Саратов, який був знищений в порту Бердянську. Ці корабли, вони зараз розсосереджені, частина з них знаходиться в Севастополі, частина знаходиться в Новоросійську, але ознак формування десанту немає, тому що не для них на березі і їм щось треба робити з нашою можливостю застосовувати ракети, тому що якщо десантні кораблі пійдуть до нашого узбережжя, то як тільки вони відійдуть від Криму, можна по ним буде не вести огонь, а рапотово-корабельними ракетами. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.